Вряд ли на какую-либо другую выставку Я шла с таким предвкушением Эдуард Бутерброд – это едва ли не самая таинственная фигура в дагестанском искусстве И потому его персональная выставка стала настоящим подарком для нашего зрителя Тем более, что она открыла нам яркую, но малоизвестную сторону его таланта – театральное искусство Эта выставка была представлена до сегодняшнего открытия в театральном музее имени Бахрушина в Москве Это была премьера выставки и вообще тоже вот этого материала Очень большое количество специалистов, людей, людей театра, людей искусства пришли на открытие выставки И, конечно, вот это восхищение, потрясение коллег и специалистов Насколько художник на самом деле удивительный, нестандартно мыслящий и очень-очень глубокий и эффектный Я сегодня узнал нового Бутерброда, такого, который любит зритель А он был не так уж любим Я был свидетелем, когда на худсоветах ругали, пренебрегали тем, что он делает Вообще им казалось, что это он не так рисует, не так подает, не так Вот я сегодня свидетель того, как зритель его любит Как любят художники, как любят кураторы, как любят искусствоведы При всем том, что он не так чуждо, не так абстрактно или непонятно рисует Мое такое очень сильное впечатление, когда я впервые увидела работы дома у сына Эдуарда, у Антона Путерброда И когда мы рассматривали работы в этих папках, когда я увидела, что каждый спектакль выполнен был Как будто разные художники, ни разу не повторился Вот здесь вы можете увидеть больше 20, наверное, эскизов костюмов к спектаклям И такое ощущение, что их рисовали разные художники То есть даже в художественном изложении, в художественной подаче сценограф ни разу не повторяется Это говорит о точном, о таком тонком и глубоком погружении в литературу В сам текст, в пьесу, в его осмысление В то, через что хочет сценограф показать И самые такие основные глобальные метафоры вытащить и выразить Мелкая его графика ручкой Ее увеличивая, увеличивая, увеличивая А она еще лучше и лучше становится, потому что раскрывается еще Это вот как фракталы, которые бесконечно, бесконечно позже будут И они все время выходят вперед Выставка, представленная в стенах Музея истории города Махачкалы Это часть большого проекта музея Под названием «Фрагмент занавеса номер 16» Созданным на выигранный в 2019 году грант Первой была выставка театрального занавеса Экспозиция была собрана на основе постановок, оформленных Эдуардом Моисеевичем Этого художника знают, мы все знакомы с его творчеством Как художника станкового, как художника графика Но вот именно театральное искусство можно увидеть сейчас в таком объеме впервые То есть это эскизы театральных костюмов к спектаклям Эскизы, вообще сценография, афиши, дневниковые воспоминания, драгоценные Где он описывает спектакли, описывает вообще время, то эпоху Описывает свои внутренние терзания, мучения, какие-то мысли Это очень важная часть выставки, где мы можем прочувствовать, насколько Путергот новатор Смотришь и заново вдохновляешься И ты видишь, как бы на основе его ты бы поставил заново этот спектакль, но уже по-другому Но здесь есть спектакль, который я уже делал Вот он был, там, «Кульбай», например, «Детская сказка» Мне очень интересно, как он ее сделал Мне очень нравится его подход Очень сильно заложена здесь творческая составляющая, которой подпитываешься Каждый раз, когда видишь Эдуарда, ты каждый раз для себя открываешь пункты Потому что нет границ Также в рамках проекта создали музейно-театральную лабораторию Цикл мероприятий, связанных именем Путерброда Весь этот масштабный проект был продиктован одной целью Показать его роль в истории дагестанской сценографии С полной, конечно, уверенностью можно сказать, что Эдуард Моисеевич Путерброд стоял у истоков дагестанской сценографии Потому что вот это вот четкое влияние его как художника, как сценографа Оно прослеживается и в работах дальше других художников И, в общем, это огромное значение имеет имя этого художника в том числе и для театров Национальных театров и русского театра, и для театров Дагестана Иногда мне кажется, что его работа в театре, а он ведь практически со всеми театрами Он за свою жизнь более 80 спектаклей оформил И ведь ушел он в самом таком расцвете своих физических и духовных, творческих сил И сколько бы еще, наверное, было сделано Но вот мне иногда кажется, что он, что его работа в театре, это было как бы некое служение, послушание А вот живопись, это было отдохновение Это не то, что что-то важное или неважное Мы ведь все, наверное, выполняем иногда работу, которая, если была возможность, может отказались бы от нее Он делал ее настолько добросовестно, ответственно, но при этом у него никогда не замученности вот этой Это гениальность, это многогранность и везде всегда на высшем уровне Как новатора Эдуарда Путерброда, разумеется, не жаловали Осуждали, критиковали, зарубали его идеи на корню Но не считаться с ним не могли Его художественное слово стало уже настолько весомым, что сформировало целое поколение художников-авангардистов Он был в театре борцом Таким борцом, который за каждую вещь ему приходилось бороться Противостояние было постоянно Потому что актер тоже живет, он актер, режиссер Они тоже свое отстаивают, у них складываются свои какие-то трафареты Как на сцене, как с художником работать А трафареты разрушал эти Кутерброды Этот человек совсем по-другому смотрел на мир То есть через призму своих восприятий Не так, как его научили Он диктовал Он воспитывал Он нас подводил к этому, что можно на этот мир посмотреть и так Мы привыкли так, а нет, поменяйте стекла в очках Эта выставка для меня вот такое открытие Вот это вот ощущение, что где-то вот там стоял сундук Где-то у тебя в знакомом, может, в твоем даже доме И старый И ты там понимаешь, что там что-то интересное должно быть Но что именно, не знаю, что вдруг он открылся Он открылся, и оттуда прям вот эти дары какие-то Золото, бриллианты, что-то красивое, прекрасное Оттуда посыпалось И это такое богачество И действительно, следие Кутерброда Его изучать, изучать, изучать И действительно, и жизнь можно посвидеть и не одного исследователя Хотя вот в своих дневниках, в своих письмах Он иногда и жалуется на эту рутину в театре, что засасывает Не все воспринимали его новаторское такое вот искусство Не все одобряли, не все поддерживали Эта сценография суперсопременная Она очень крутая просто Здесь столько иронии Иронии через мысль Очень умной Здесь столько Глубины и очень таких Не в лоб А через Какие-то приемы Разные приемы Художник находит для того, чтобы Обнажить важное О том, сколько постановок Оформил Эдуард Бутерброд Доподлинно неизвестно Говорят, более 80 В экспозиции представлено 25 Один из них Сундук бедствий Встроился в экспозицию Буквально перед открытием Это тот самый спектакль За который Путерброд получил государственную премию Работа эскиза Были показаны на Паражском Падренале И на многих других выставках В общем-то этот спектакль прогремел Но мы кроме афиши Ничего в общем-то не видели Какие-то эскизы костюмов Небольшие мизансцены И все И в общем-то больше работ Мы только слышали об этом Об этой постановке Читали в театрализованных изданиях И в этом году Национальный музей Благодаря вот такой программе Распределения работ Бесплатной По музеям Конфедерации союза художников России Мы в ряду остальных работ Получили и эту работу Она оказалась Я выбирала их Через экспертный совет Я удивилась, что эту работу Еще никто не расхватал Хотя до нас уже очень много музейчиков побывало И отодобрали многие музеи Начиная с центральных Заканчивая провинциальными Но опять-таки мы же не видели ее И когда она приехала недавно Мы открыли Я была в таком восторге Потому что работа просто Самостоятельное станковое произведение Но оказывается У произведения другое название Сундук бедствия То есть вот тут такая игра Которая очень похожа И на то, что делает Эдуард Бутерброд Для музея вообще каждая работа Новая Это такой подарок Это радость Это праздник А найти еще одну работу Путерброда Которые к музею пришли Не под закупки А были подарены Это достаточно событий И потом эта вещь неизвестная Не опубликованная И она впервые показывается Сегодня у нее премьера Я думаю, что эта работа Была закуплена в 78-м году Союзом художников России И у сосудочек были большие склады Большие фонды Там она все это время лежала В общем-то фактически Никто эту работу не делал И поэтому она для нас Цена и цена Как работа Бутерброда Сценография для Эдуарда Бутерброда Стала самой удачной точкой Приложения творческого ресурса Здесь и так необходима ему Возможность экспериментировать Причем с разным материалом И что важнее Удачная альтернатива борьбы За косневелые традиции в искусстве Минимальными декорационными средствами Он смог изменить в свое время Отношение к сценографии Как к старостепенному искусству Мне всегда казалось, что Не задумываясь особо Что театральное декорационное искусство Это как бы несколько прикладной Такой характер имеет Дополнительной К тексту пьесы К игре актеров К режиссуре и так далее Ну что это вот оформление Понятно, что очень важная часть спектакля Но тем не менее Как бы дополнительно А вдруг здесь вот Поражаешься вот этому диапазону Его такому чутью Как бы еще литературному Ведь задача сценографии Помочь раскрыть характер пьесы Замысел автора Подчеркнуть, как бы Создать условия для игры актеров Создать этот их мир Вот такой предметный мир В котором они действуют И доносят эти мысли автора Понимаете? Все это как бы, да, общие слова А вот на самом деле Ведь за этим же стоит Такой интеллект должен быть И огромный талант Огромный талант И любовь И посмотрите Здесь начиная от античности Эврипид Мольер Шекспир Лорка Советские авторы Шукшин Вампилов Дагестанские авторы И Камза Цедаса И многие другие Ну в общем я не знаю Кого здесь только нету И он везде подходит Находит какой-то индивидуальный ход Какой-то свой язык Да, он узнаваемый Это Путерброд Но он везде разный Он практически не повторяется Он не использует Какие-то когда-то найденные клише Какие-то вот Свои ходы такие И которые можно уже эксплуатировать Он никогда не идет Вот по этому Такому протаренному пути И каждая работа уникальна И каждая работа Поэтому, наверное, каждая работа И является таким открытием Здесь столько идей Здесь столько примеров того Как можно жить и работать Фантазировать Как можно Куда может привести Твое творчество И что это все Реально И все это очень естественно И искренне И поэтому в это веришь И это все очень нравится Если мы замажем фамилию И повесим где-нибудь На какой-нибудь крутой Театральной выставке В Европе Да То я думаю, что первое место Займут эти вещи В таком конкурсе Это на самом деле Очень-очень актуально Очень свежо И эти вещи вне времени Его подход к каждому спектаклю И он стилизацию меняет И он подходит Прям так досконально Скрупулезно К самим эскизам Проработки деталей Здесь просто смотришь Смотришь Я уже два раза прошелся Сейчас еще раз пройдусь Потом еще раз приеду Чтобы спокойно посмотреть Потому что в каждой работе Находишь что-то новое При всем том, что вроде бы Он как бы это Эдик И его узнаешь На самом деле его узнаешь А по манере, по стилю Но все равно они разные То есть он не одинаков В плане того, что У него есть стиль Это легче всего У тебя есть выработанный стиль И все, штампуешь под ним А это самое сложное И в этом художник отличается Что он умеет уйти От своего наработанного стиля И найти что-то новое И выдать это новое Но при этом он остается Самим собой Те идеи, которые он предлагал Он даже сам в дневниках пишет Спасибо, что вот есть Ислам Казиев Они много спектаклей сделали вместе А вот Ислам его понимал И поддерживал все его начинания Потому что у Патер-Брода Было очень много нестандартных годов Которые до него никто не предлагал И вот как раз воспоминания Вот эти, когда Сценические костюмы К спектаклю Гоголя Ревизор Он предлагает такой вход Что передняя часть Это обычный такой костюм Академический А оборот костюма Это как раз как оборот И внутреннее состояние Этого персонажа Где там Напиханы всякие коробочки У полового там бутылка торчит Там какие-то большие карманы Из чего эта личность Этот персонаж состоит Вот это все в огромных таких карманах Оно утыкано Что там подписано То есть это все очень такие ходы Которые сегодня Они выглядят абсолютно классно И здорово И супер просто креативно А на тот момент Они не воспринимались И даже сдирались Как сегодня говорили Известными режиссерами Эти карманы Вообще все это не принималось Отторгалось Я, Путерброд Эдуард Думаю прежде всего Художник данного места Данного края Признавался художник Здесь его любили Не только за его новаторское творчество Но и за интерес ко всему Что происходит вокруг Помимо работы в мастерской И в театре Он был важной фигурой В местном союзе художников Вел передачи по искусству На дагестанском телевидении Рисовал иллюстрации К детскому журналу «Соколенок» Эта выставка Лишнее подтверждение тому Что Эдуард Путерброд Гений этого места Что именно питательная среда Дагестана Проявила космический масштаб Его личности Такое, кстати говоря Могло родиться только здесь Пусть просят мне другие республики Но только здесь могут такое родиться И будет рождаться еще Потому что у нас удивительно Уникальная республика Территория Она является одной из нескольких Древних исторических центров Это не оспаривается уже Это исторически доказано Центров, которые развиваются Циклически, естественно У которых очень невероятная глубина И которые в разные периоды жизни Исторические эпохи Как бы, ну, испытывают подъемы Спады Но вот это все Просто так не появляется Футерброда В чем феномен? В том, что он такой художник Нет Его феномен в том, что Это разгадал И вот это он понял Он это вытащил Это сундук Это сундук бедствия А у него сундук сокровищ И этим сундуком он делится То есть он не жадный Он добрый аждаха Который вот все свои сокровищ открывает Этик нам с каждой выставкой С каждым проектом Открывается какими-то новыми гранями Мы тоже все растем Вместе с ним Как бы мы Расширяем свои горизонты Свои эстетические пристрастия Более становимся, может быть, внутренне Более свободными Может быть Как бы Понимаем какие-то вещи Которые, может быть, вчера не понимали Или недопонимали Это за это тоже ему огромная благодарность Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова